Ты еще не подписался на телеграм-канал? Тогда советую это сделать. Тогда ты будешь в курсе всех новостей, которые не упоминаются ни на одном из источников. Какие видосы планируются, что я буду выпускать, чем занимаюсь в данный момент, ну и просто есть возможность со мной поболтать. Так что подписывайся обязательно, ссылка в описании. Также в нашей группе ВКонтакте Starstable Questions открылся свой мини-магазинчик услуг, в котором вы сможете записаться на занятия, оформить уход за лошадью или же ее тренировку, ну а также помощь в прохождении ивентов. Так что, если интересно, переходи по ссылке в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Данали. Сегодня у нас будет видео-покупочка новой выпущенной лошади. Это орденской лошади, которая продается в Фиргрупп, потому что она очень мне понравилась. Я ее очень сильно хотела, потому что я, в принципе, люблю тяжиков, и поэтому сегодня мы отправляемся с вами покупать данную лошадку. Так что устраивайтесь поудобнее или же седлайте своих коней и поехали! У меня почему-то идет ассоциация орденская с... что-то среднее между вот лохматиками, как я их называю, и, наверное, тинкерами. Но почему-то все-таки для сравнения я решила взять именно свою дикую лошадь Юррика. Единственную именно обычную вида, не звездокровную, не магическую, а вот просто обычную вида, потому что ее масть... Мне важна масть этой лошади. И мы будем сейчас сравнивать. Ой, как же мне уже хочется ее купить. Вроде бы только недавно я покупала Шайру, и он еще не докачан. Но очень хочу купить прямо сейчас, вот в данный момент, просто день в день, на самом деле. Я ее покупала в среду, то есть в день выхода обновления. И если вы смотрели видео по обновлению, то да, вы могли видеть, что вот моя бывшая сокровница, подруга, бывшая ученица стоит до сих пор почему-то здесь, я не знаю почему. Ну, в общем, да, она попала сразу в два видоса. И мы сегодня будем думать, кого же брать, кого покупать. Так, вот меня изначально интересовала данная лошадь, стрижку. А я хотела лохматую стрижку. А тебе корешечка идет. А что делать? А что делать? Так, нет, давайте начнем все-таки с лохматой гривы. Все-таки на нее должен быть некий укор, я не знаю, в общем, в ее плюс в этой вот лохматости. Да, они чуть пониже, но при этом такие же, примерно кругленькие, даже чуть-чуть побольше. Ножки пошире и очень лохматые щеточки. Да, все-таки дикая лошадь тюрвика намного-много выше. Но мне нужна масть, мне нужно определиться с мастью. Я так не могу, у меня с тем большие проблемы. Я не знаю, кого из них взять. Я очень хотела изначально вот эту, но почему-то я в голове решила, что данная масть копия вот этой масти. Но сейчас я понимаю, что у моей дички, как ее чаще всего называют, можно сказать, окрас хаски как будто какой-то. А здесь-то нет, здесь обычная караковая, ну да, с двумя носочками на задних ножках. Ну а тут серая, серебристая ворона, извиняюсь. Да еще в яблочко такое, просто я не знаю, кого из них взять. А как, кстати, ты выглядишь с корешкой? Я еще очень сильно хотела бы найти, что это за традиция вплетать вот такие вот колосья сена или пшеницы, не знаю, в гривы хвост. Я искренне искала эту традицию, но не нашла. Если вы знаете, что это за такая традиция или обычай, напишите мне об этом в комментарии. Ой, какой густой хвост! А знаете, мне вот даже нравится, что вот они такие с корешечкой, с короткой гривой. Но изначально я бы хотела все-таки, чтобы была лохматая грива, такая длинная. Так, и пожалуй, я выберу еще одну масть. Или не одну? Я не знаю, просто мне и вот этот нравится, но я хочу его купить на один свой доп-аккаунт. Вот этот мне тоже очень нравится. Ой, кстати, мне казалось, что у него вся грива черная. Я почему-то была уверена, что она будет очень такой просто черной. Но нет, она не черная. Она очень-очень седорыжая какая-то. Хм. Вот, ну, не знаю. В общем, мне и вот этот нравится. И вот этот. И вот этот. В общем, мне из всей породы нравятся, получается, четыре масти, между которыми я вообще ни капельки никак не могу определиться. Нет, я могу сказать, что гнедой тоже очень красивый, он тоже симпатичный. Но лично я вот к таким гнедым как-то спокойно отношусь. Я думаю, это из-за того, что все детство, когда я играла в компьютерные игры с лошадками, везде были вот эти гнеды, вороные и светло-серые лошади. Поэтому данные масти меня не так уж и сильно интересуют. Ну, давайте вот так вот. Наверное, все-таки вот между вот этими вот двумя. Я не знаю, кого взять. Просто они мне обе очень нравятся. Но я не хочу покупать сразу двух. Зачем мне сразу две лошади? Ну, две лошади одной масти. Я редко так делаю. Я вообще даже не помню, когда я последний раз покупала две лошади в одну покупку новых поколений просто разных мастей. Вообще не помню, когда такое было. Ну, я не знаю. Прям это прям очень-очень Сложно. И здесь все красиво. И вот тут все красиво. Я действительно не могу определиться до последнего. И имя я не подбирала, потому что я не знала точно, какую масть купить. А подбирать имя сразу заранее к двум мастям я не хотела. Ну, как же тут сложно. Они такие красивые. Ой. Ой, нет, нет. Пожалуйста, не надо. Не надо. Не надо мне такого перебора. Так. Вот, кстати, девушка купила себе такого вот каракового. Ну, он классный. Ну, у меня вроде бы есть караковый лошадь, а вот серебристо-серый нету. Нету. Что делать? Так, я сейчас буквально, наверное, еще минут 5-10 буду заниматься тут самобичеванием по этому вопросу. И когда уже точно определюсь, я, значит, вернусь к вам снова. Я поняла, в чем была проблема. Мне на видео спойлерах казалось, что серебристая враная более темная, что ли, не такая матовая, как будто бы инем покрыта. Да, вот такой вот оттенок я называю именно так. И я сейчас немножечко в недоумевании, потому что я сделала этим двум лошадкам корешечки короткую стрижку, и она мне нравится, и от этого мне стало еще сложнее. Вы можете мне не верить, но прошло аж полчаса, как я, как я с соклубниками сидели и гадали над мастью вначале, потом над именем. В итоге, я хочу очень сильно взять серебристую врану, потому что у меня такой лошади, насколько я помню, нету. Она очень красивая, мне безумно нравится, как сделаны щетки, вот эти яблоки, оттенок гривы, хвоста, отметина. В общем, да, все-таки я решила по поводу этой лошади, и на удивление, я думала сделать ей эту лошадь жеребцом, но посмотрев на нее хорошенько, я поняла, что это будет кобыла. То имя, которое я хотела ей дать, недоступно в игре вообще, поэтому появилась тихая верность, но изначально это была мохнатая верность, но опять же, опять же, большое но, тело-то у нее не особо лохматое, как у той же, к примеру, дикой лошади Юрвика, или у севершведов, то есть она не такая пушистая, или как кучеряхи, не такая лохматое, поэтому мохнатик, ну, мохнатая верность меня не устраивала. Если бы я хотела бы на постоянку сделать ей вот эту вот гриву с челкой, то может быть, но мне так понравился ее образ с короткой стрижкой, что он меня сразил на повал, и не хочется давать ей имя, которое бы не подходило к характеру, а характер у меня к ней такой достаточно тихий, спокойный, но при этом она очень общительна к хозяину, то бишь к моему персонажу, очень верная, и мохнатая как-то не вяжется, но при этом слово мохнатая дала зарождение уже, уже сразу появлению ласковой клички для этой лошади. Значит, несмотря на то, что это тихая верность, по факту знакомьтесь, это будет кобылка, взрослая, на самом деле, кобыла Моня. Это будет Моня, спокойная, тихая, полусонная Моня. Не знаю, очень сильно так вот захотелось ее назвать, так что да, наконец-то, аж полчаса сидела, честное слово. Сидела и гадала, кого бы взять в разрослая кобыла, тихая верность, но по факту Моня в за 919 старкоинцев у нас изменение прически, так бы она была бы 900 старкоинцев. Ой, да, так что нажимаем купить, да, уже вечер, снимаю в позднее время суток, ну, вы посмотрите, это просто вот этот взгляд полусонный постоянно, очень, очень прям, да, да, это то, что я хотела, но у меня есть предчувствие, что возможно я куплю вторую лошадь этой породы, но не гарантирую, то есть просто мне безумно нравится, да, мне безумно нравится еще вот эта масть, но пока не могу, не могу, не могу, пока хватит лошадей, тем более, что, насколько я помню, следующими выходят французские сели, и там я куплю одну масть, я уже знаю, какую, так как разработчики делали пост с мастями, я уже решила, какую масть куплю, куплю точно, даже если мне лошадка не особо-таки зайдет, я просто обязана ее буду купить, итак, вот мы отправились уже на конюшню, мы уже на родной конюшеньке, на родном, просто в родном доме, я понимаю, что у меня случилась, случилась такая большущая катастрофа, проблема, то, что лошадей, которые у меня очень сильно, скажем так, закрепляются в памяти, в душе, которых я беру теперь на соревнования, если надо, их становится все больше, а как бы места для просто лошадей или прокачки все меньше, а так, вот она, рядом с мраморным месяцем, новая красоточка, Моня, тихая верность, ну, просто ласкательно, Моня, кстати, у мрамора, я не помню, клички, по-моему, никакой не было, хотя какие-то попытки у себя в голове я пыталась придумать, но, он, по-моему, просто месяц был, или мрамор, я, если честно, не помню, но вот какой-то такой особенной клички у него пока нету, а вот Моня, прям просто Моня, здравствуй, Моня, здравствуй, так чистим копыта, ну, посмотрите, какая спокойная лошадь, просто сама невозмутимость, а может быть, надо было невозмутимой назвать, невозмутимая верность, ну, нет, тихо, тихо, такая спокойненькая, это прям вот про нее, да, я, ой, я прям очень рада, так, все, сейчас я ей весь уход сделаю, повышаем ее до второго уровня, и, ой, радуемся, радуемся этому событию, у меня был ли не до устки, так, сиреневый, это с фарлорда, такая, это чей, а, это с магической полузы, у меня был свободный один веревочный, вот, видимо, теперь это и есть недоуздок этой лошади, кстати, хорошо, да, хорошо на тебе смотрится, мой, прям, ой, да, вот, прям, это ее кличка, мне это очень нравится, мне очень комфортно, да, и вот, прям, ей подходит, мне кажется, ей подходит, да, многие, кстати, мои друзья, думали, стопроцентно, что я куплю себе каракового коня, как всегда, там, потому что я люблю темных лошадей, это не секрет, но в этот раз, вот видите, захотелось новой масти у себя в конюшне, сейчас быстренько подберем стиль, и пойдем покатаемся по, пока что еще белому снегу, который остался на Юрвике, и пусть только кто-нибудь попробует сказать, что мы не смотримся вместе с Моней, сейчас вы поймете о чем я, только я сделаю время дня более светлым, вы просто посмотрите, какой классный сет я на нее собрала, при том, что здесь сета вообще никакого нет, здесь уздечка из, по-моему, лондонского тумана, да, седло, темное ковбойское седло работника рокера, Вольтраф только что купила бордовый потник скалистых гор, вот такой вот он, чем-то похож на, цвет моих волос, и меня тут уже, да, вовсю друзья палят, да, да, спасибо, я прям знаю, что ты там поздравления пишешь, спасибо, так, ну давайте же просмотр, мне очень нравится ее масть, как она смотрится, и сейчас мы еще быстренько посмотрим ее поалюры, как же она вообще передвигается, сейчас у нас лошадь второго уровня, максимальный уход, но мне уже нравится темп ее шага, он достаточно такой быстренький, и не кажется тяжелым, то есть он достаточно такой простой, даже легкий, и вполне энергичный, анимация нравится, дальше рысь, очень понравилась мне рысь у орденцев, такая мягкая, плавная, и я бы даже сказала воздушная, то есть прям вообще, думаю, пока что брать Моню очень часто с собой на занятия, на тренировки с клубом по выездке, я правда чаще всего на них просто стою на месте, но если придется кататься на лошади, то выездку думаю Моня осилит, Манежный, вот Манежный мне у большинства пород не нравится, в этом случае мне она опять же кажется какой-то хромой, но я не считаю эту претензию, так как я знаю, что это лошадь тяжек, и ну Манежный где обычно используется, конечно выездки, но очень редко, в остальном обычно все-таки шаг и рысь, дальше у нас Голоб, а вот на удивление Голоб и карьер мне очень сильно нравится у этой лошади, почему я кстати сейчас впервые увидела карьер вживую, до этого когда я заходила посмотреть лошадь у друга, у нее там лошадь не прокачанная до второго уровня, то есть она купила и вышла из игры, очень красивый карьер, давайте полувольтик сделаем на карьере, и еще быстрее, но еще быстрее мне уже не хватает места, осаживание пока мы так забор мы зацепились в забор осаживание тоже очень плавное такое аккуратненькое мне очень нравится ну она действительно какая-то такая ватная в хорошем смысле мягкая прям одно удовольствие на ней шагать рисить и делать осаживание дыбы я была уверена что там будут очень громкие дыбы а по факту их иногда даже не слышно вот сейчас есть а сейчас нет может быть из-за того что назад ходишь так кстати из-за того что я делаю осаживание назад может быть не слышно как она ударяет ножками о землю в общем очень нравится и последнее что у нас осталось это прыжок да вот мне спасибо она демонстрирует специальную анимацию но кстати смотрите бабочку видит видимо только она у нее уже седьмого уровня она сколько скачек видимо сегодня выполнила да анимация как мы плюхаемся на попочку сидим такие красивые у персонажа появилась новая анимация которой до этого по-моему не было что она гладит лошадку и я так понимаю бабочка появляется только у вас на экране то есть если вас кто-то фоткает со стороны этой бабочки не будет мне она как раз и не нравилась эта бабочка так и последние два элементика которые нам очень нужно знать это остановка сгалопа вот 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 она достаточно быстрая но при этом очень мягкая да я вообще смотрю лошадь просто вся сплошная мягкость в управлении и в элементах и даже по внешнему виду и прыжки мы в конце на прыжке взбрыкиваем как будто козлим то есть даже вот на россии это видно плохо вот на манежном на манежном можно увидеть что она на прыжке так дрыньк взбрыкивает в конце не конкурная лошадь абсолютно хотя вроде бы разработчики на сайте пишут что она подходит и для выездки и для конкура но я лично данную породу буду использовать просто как прогулочную лошадь как лошадь для проведения тренировок где не требуется особо показывать элементы а просто сопровождать учеников гостей тренировок во время езды вот так что я очень безумно рада покупкой этой лошади она вышла конечно у меня лично дольше чем 20 минут это я просто на паузу еще поставила мне она очень нравится и наконец-то я дождалась купила в день в день напоминаю что записывала это все прям в среду поэтому я вместе с Анной мой близкий друг мышья сокловница мы очень радуемся как и всем клубам кто планирует скупать всю эту породу да у меня есть такие люди которые скупают по моему почти все масти у некоторых пород но я лично обойдусь лишь одной моней потому что она мне очень сильно нравится ну а там посмотрим может быть куплю вторую лошадь но это уже маловероятно так что на этом все покупка подошла к концу я безумно рада и на этом все и мы будем с вами прощаться не забывайте тренировать своих лошадок чистить их а также угощать морковкой всем пока удачи вам ну и до встречи в следующем видео ой какая же она прям милая как маршмеллоу удачи вам Субтитры подогнал «Симон»